Девушки отдыхают Сотрудничать From Software в работе над Bloodborne и Dark Souls 3 Теперь же и без того графонистый Black Desert обзаведется передовым движком обработки оптических эффектов А в Silicon Studio так и вообще уверены, что совместными усилиями они смогут явить миру настоящую next-gen графику в MMO Крупным студиям, таким как Blizzard, в наше время приходится очень непросто Дело в том, что к любому их шагу приковано огромное количество внимания Чтобы ты понимал масштаб трагедии, ребята даже не могут спокойно разместить вакансии Так как по сети сразу же начинают расползаться слухи Сейчас, например, Метелица ищет двух новых сотрудников для работы над неанонсированным проектом от первого лица И разумеется, тут же появились домыслы, о какой именно игре идет речь Кто-то уверен в том, что они возвращаются к работе над StarCraft Ghosts Остальные убеждены, что речь идет о крупном дополнении и, возможно, сингле для Overwatch Ну а ты как считаешь? На минувшей E3 Bethesda обмолвились о том, что работают над Fallout 4 для виртуальной реальности И вот сейчас стало известно, что это будет не просто расширенный режим с поддержкой VR, а полноценная адаптация И если Тодд Говард не преувеличивает, то, возможно, таким образом они станут первыми, кто завезет на HTC Vive полноценный AAA-проект А дальше, чем черт не шутит, и до остальных платформ недалеко И раз уж заговорили про Bethesda, стоит упомянуть о том, что Тодд рассыпается в комплиментах новой консоли от Nintendo И фактически подтверждает, что Skyrim мы однозначно увидим на Switch Вот и славно Ubisoft не могут перестать девиться успехом своей Rainbow Six Siege Игра, а точнее модель распространения дополнительного контента настолько порадовала разработчиков, что теперь они будут предоставлять все DLC абсолютно бесплатно Как говорится, еще один все понял Спасибо, Ubisoft, приезжайте забирать плюсик в карму Кажется, рубрика «Дичь дня» набирает обороты Amazon решили провести свой киберспортивный турнир с арбузами и катанами Если вкратце, компания объявила о том, что состязание Champions of Fire пройдет 2 декабря в Лас-Вегасе Призовой фонд составит 100 тысяч долларов, а участникам предложат состязаться в мобильных играх Среди них популярные хиты, такие как, например, Fruit Ninja Кажется, у твоей мамы только что стало больше шансов стать кибератлетом, чем у тебя На сегодня это все Чем запомнится этот день, расскажу завтра Следи за новостями на сайте goha.ru Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok